В эфире Радио России, Карачаева-Черкесия. Фолк-альбом. Радио России. Минувший год ознаменовался парадом 100-летнего юбилея Национальных Республик Российской Федерации в юбилейной галерее Кавказа Карачаева-Черкесии. Многие из вас, друзья, отдыхали на Кавказе, любовались предгорьями Эльбруса и наслаждались чистым целебным горным воздухом. Мы пьем минеральные воды, поправляем свое самочувствие в санаториях Северного Кавказа и слушаем темпераментную музыку. Особенно ярко самобытность национального характера, национальной мелодики представлена в искусстве государственного ансамбля танца «Эльбрус». Зажигательные кавказские ритмы, отточенность движений, прыжки, полеты и виртуозные трюки с кинжалами. Мягкая пластика и легкий скользящий шаг лирических женских танцев. Каждая хореографическая композиция – шедевр. Сегодня мы как раз поговорим об этом ансамбле и послушаем музыку в исполнении оркестра прославленного коллектива. А начнем все же с народной песни. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Здравствуйте, друзья! Нашу программу «Концерт» открывает народный артист Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик Амар Атаров. Это выдающийся балкарский певец, исполнитель карачаевских и балкарских народных песен. О чем же поется в старинной охотничьей песне «Бенегер»? У смелого и удачливого охотника Бенегера заболел брат. Поднять больного на ноги может только молоко белой лани. Бенегер преследует трехногую белую лань, и вот она уже почти в его руках. Но животное заманило туда, откуда выбраться невозможно. Это своеобразное наказание охотнику за истребление оленей. Раньше карачаевцы ходили на охоту под эту песню, и она приносила ему дачу. ПЕСНЯ 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 ИНТРИГУЮЩА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Именно тогда было принято решение о создании в Карачаевой Черкесии государственного ансамбля танца. С первых дней своего существования ансамбль задался целью восстановить и пропагандировать старинные танцы народов Карачаевой Черкесии. Для этого руководители ансамбля и многие танцоры ездили по аулам и со слов и по воспоминаниям старожилов собирали материал о традиционных танцах, костюмах, танцевальном и бытовом этикете горцев. Ансамбль Эльбрус – это профессиональный коллектив, который развивает традиции музыкального и танцевального творчества Карачаевой Черкесии и Северного Кавказа. Точно так же, как двухглавый Эльбрус стал географическим символом нашей республики, государственный ансамбль танца Эльбрус во многом стал культурным символом республики. Концерты Эльбруса – это всегда потрясающие этно-шоу с неповторимым национальным колоритом, завораживающие движения танцоров, волшебные национальные мелодии, уносящие зрителя к снежным вершинам Кавказских гор, удивительные костюмы, передающие всю грацию и достоинство культуры народов Карачаевой Черкесии. Сложно представить ансамбль Эльбрус без своего оркестра, который помогает ему во всех выступлениях, ведь именно на него возложена основная задача по подбору мелодии и музыкальному оформлению. Об этом мы поговорим с руководителем оркестра Государственного ансамбля Эльбрус Магомедом Алиевичем Байрамуковым. Расскажите о том, как появился оркестр в ансамбле Эльбрус. Это было одно и то же время появления оркестра вместе с ансамблем Эльбрус. В разное время оркестром руководили Светлана Чепчикова, Валерий Аджбеков. Все они отходили от народного творчества, искали мелодии, ну и применяли эти композиции относительно тех хореографических танцев, которыми подходили эти мелодии. Валерий Альбрус Магомеда 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 Валерий Альбрус Магомед Валерий Альбрус Магомеда Альбрус Магомеда Валерий Альбрус Магомеда Валерий Альбрус Магомеда Валерий Альбрус Магомеда Валерий Альбрус Магомеда 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 Волгай-волг Радио России На волне Радио России концерт из Черкесска В студии государственной телерадиокомпании Карачаево-Черкесия ведущий Умар Тикеев и руководитель оркестра Государственного ансамбля танца «Эльбрус» Магомед Олевич Байрамуков. Какой все-таки группе можно отнести оркестр ансамбля «Эльбрус»? Он стилизованный или не стилизованный? Понятие «стилизованный» можно интерпретировать по-разному. Если это относится к инструментам, то, конечно, он стилизованный, потому что наряду с использованием этнических инструментов, такие как холкобус, холкобус, СВЗ, используется синтезатор, скрипки. Была попытка использовать холкобус смычковый, но исполнитель практически не слышал себя, потому что в нашем случае музыка зачастую очень экспрессивная, очень динамичная, и услышать себя очень трудно. Скрипку всегда скрипач услышит, потому что он прямо возле его ушей. У нас замечательный скрипач Олег Борисов, хорошая скрипачка очень Марьям Тикеева. Предлагаю послушать старинную мелодию у Рузбиевых. У Рузбиев знаменит тем, что у него часто в гостях бывали знаменитые люди, которые пребывали в Кисловодск. Он жил в окрестностях Кисловодска. Такие, как Танеев Балайкерев, часто у него бывали в гостях, они переводили на ноты его мелодии. Ну и мы использовали мелодию у Рузбиева в этом танце, который так и называется «Сольный танец у Рузбиевых». Давайте послушаем. «Сольный танец у Рузби» 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 Магомед Олевич, я знаю, что ансамбль очень много путешествует. Расскажите, пожалуйста, о поездках, которые вам больше всего запомнились. Но я могу сказать о концертах, которые проходят у нас в Кавказских минеральных водах очень даже часто. «Сольный танец у Рузбиевых» 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 «Сольный танец у Рузби» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ни одно торжество не обходится без этой песни Программу к эфиру подготовили Журналист Людмила Осипова и режиссер Наталья Замиралова Продолжение следует Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»